МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страх и тревожность, что все в любой момент может пойти не так, остались. Это одна из причин, почему современные россияне не интересуются общественной жизнью. Страх необратимо меняет человека из поколения в поколение. Люди считают себя хорошими или правыми, поскольку делают то, что должны, то, что должно. И как только вы открываете им глаза, говорите, что вы вообще-то убиваете и пытаете людей, им становится стыдно, и поэтому они защищаются от этого чувства. Власть, люди у власти далеко, мы не знаем, почему они делают то, что делают. И все, что мы можем сделать, это прожить свою жизнь, подальше от них. Это создает пассивное общество, которое легче контролировать. Один из успехов Путина на самом деле состоит в том, что он убедил людей, что никто другой не мог бы управлять Россией. Дело не только в том, что мы не знаем, кто заменит Путина, если с ним что-то случится. Мы не знаем, как будет выбран этот человек. Сперва я попрошу автограф у вас, если можно. Конечно. Потому что это правда моя настольная книжка, я ее прочла раз. Десять. Правда? Мне приятно. Мне кажется, что тут очень много ответов на те вопросы, которые мы сами себе задаем. Угу. Окей. Как вы себе сами отвечали на вопрос, зачем вы это делаете? Зачем вы пишете эту книгу? Могу назвать вам личные причины. У меня довольно мрачный взгляд на мир. Написание этой книги было полезно для меня. Она заставила меня увидеть, насколько мне повезло жить сейчас той жизнью, в которую я живу. В каком-то смысле мне это было нужно. А еще, возможно, из чувства долга. Рассказать историю, которая не была рассказана. Я выросла в США, изучала историю России, русский язык, но я не совсем понимала ГУЛАГ. Не было книг, которые бы объясняли мне эту систему. И я решила написать книгу, которую сама хотела прочитать. Это была моя мотивация. Вы в книге описываете, да, что лагерь – это не только лагерь. Лагерь – это еще все то, что было до лагеря. Когда человек, которого арестовывают, не знает, к чему его арестовали, что его могут арестовать, когда его арестуют. И это страх, который в тебе поселяется, и его невозможно изгнать. А потом – это тюрьма, этап, лагерь. И это бесконечное унижение и расчеловечивание. Насколько все это повлияло на тот новый тип советского человека, который, наверное, родился в 70-е? И, может быть, я себе это придумала, и вы не верите в этот новый тип? Нет, думаю, что вы правы. И это одна из причин, по которым я решила написать эту книгу именно так, как она в итоге была написана. Ведь лагерь – это не только про то, как люди выживали в тюрьме, в Иркуте или на Колыме. Это еще и история о том, как люди туда попали. Жизнь в лагере в этой книге начинается с главы про аресты. Как людей забирали. Иногда прямо на улице. Или, это самый популярный метод, ночью из дома. Чаще всего эти люди, как вы и сказали, даже не знали, за что их сажают. Они не ожидали этого. Они думали, что невиновны. Это вот как и та история, когда на Невском проспекте, в Ленинграде, ловили сетками людей. И вы описываете это в документах. Это история, которая меня абсолютно потрясла. Да-да, все происходило, как попало. Люди не понимали, за что. Было ощущение растерянности. Всем казалось, что произошла ошибка. Они хотели не меня арестовать. Это недоразумение. Люди и их родственники писали Сталину в местные органы власти, что произошла ошибка, просили ее исправить и освободить близкого человека. И только после сотни тщетных попыток изменить ситуацию и общения с другими пострадавшими, люди понимали, что никакой ошибки не было. Любой мог стать виновным и быть арестован. Есть известная цитата Анны Ахматовой. Она с кем-то спорила, а ее оппонент рассказывал про кого-то, что, дескать, человек был арестован по той или иной причине. Она сказала, чушь, для ареста не требуются причины. Частично из-за этого отсутствия логики и абсолютно хаотичного порядка люди вели себя пассивно или боялись протестовать. Причин нет. В системе нет логики. Я не знаю, почему я здесь. Почему другие здесь. И поэтому многим было сложнее даже как-то реагировать на ситуацию. Сначала арест, потом тюрьма, отправка по этапу, чудовищная долгая дорога к местам отсидки и к месту прибытия в лагерь люди уже живут в альтернативной реальности, где нет никакого смысла. И им надо к ней приспособиться. Я думаю, вы правы. Это ощущение отсутствия логики, невозможности что-либо с этим сделать, отреагировать, организовать отпор, потому что все хаотично, тебя могли схватить в любой момент. Это привело к созданию не столько советского человека, все-таки люди очень разные, но заложило фундамент нигилизма, присущего россиянам, в том числе и сейчас. Под нигилизмом я понимаю нежелание никуда лезть, заниматься активной общественной жизнью. Власть, люди у власти далеко, мы не знаем, почему они делают то, что делают. И все, что мы можем сделать, это прожить свою жизнь, подальше от них. Это создает пассивное общество, которое легче контролировать. А еще, конечно, страх. Случайные аресты, ведь кого угодно могут арестовать в любое время, по любому поводу, порождают внутренний страх и тревожность. На самом деле, я это видела, когда впервые приехала в Советский Союз, вроде бы в 85-м году. Я была студенткой в Ленинграде. Я была иностранкой. Я говорила по-русски, и помню, как спрашивала людей на улице, как пройти, например, в университет, и как они шарахались. Они слышали, что я иностранка и не хотели мне помогать, потому что для них могло быть опасно говорить с иностранкой. А это конец 80-х, 30 лет после смерти Сталина. Сейчас такого страха перед иностранцами в России уже нет. Но страх и тревожность, что все в любой момент может пойти не так, остались. Это одна из причин, почему современные россияне не интересуются общественной жизнью. Страх не обратило меня человека из поколения в поколение. Думаю, да. Вы, наверное, могли бы лучше ответить на этот вопрос. Но да, я считаю, что прошлый опыт влияет на то, как вы воспитываете детей. На самом деле, таких историй много. И не только в России. В Польше, например, или в любой из стран бывшего соцлагеря. Истории семьи. Не надо заниматься политикой и общественной жизнью, потому что я помню, что стало с мамой или с бабушкой. Это передается из поколения в поколение. Но такие истории не часть генетики, не часть вашего ДНК. Это не значит, что так должно быть всегда. Я правда считаю, что страны и нации могут меняться. Возможно, не сразу. Но в какой-то момент вы должны сломать этот шаблон. То, что родители передают детям, как опыт прошлого. Есть еще один важный момент, который для меня такой ключевой. Это необъяснимая жестокость, которая царила внутри лагерей. В том числе, там у вас есть момент, где вы сами удивляетесь, говоря о том, что у конвоира не было предписания о том, чтобы быть жестоким по отношению к заключенным. Ему это незачем не надо было. Продолжение следует... Откуда эта жестокость бралась и что ее провоцировало? Да, это очень интересный вопрос. Действительно, не было закона, который предписывал плохо обращаться с заключенными на этапе. Было много разных способов унизить человека. Их не выпускали на улицу, не кормили, не давали гулять, выйти, размяться. Никто не заставлял охранников так себя вести. Думаю, это был способ убедить себя в том, что они не могут что в них есть какая-то мораль или разумность. Если относиться к заключенным как к животным, скотине, как к врагам, так легче делать свою работу. Не знаю, понятно ли я объяснила. Охранники убеждали себя, что заключенные не люди. И тогда им не было стыдно за свою работу. Это такой способ оправдать перед собой свою работу. Если у вас в вагоне не люди, а камни, то не стоит переживать, что им нечем дышать и что они голодны. Но если вы осознаете, что заключенные это живые люди, тогда с ними нужно обращаться по-человечески. То есть, обращаясь с заключенными плохо, как с недолюдьми, охранники могли убедить себя, что они просто делают свою работу. Это важная часть всех авторитарных систем. И в России сейчас происходит то же самое. Люди считают себя хорошими или правыми, поскольку делают то, что должны. То, что должно. И как только вы открываете им глаза, говорите, что вы вообще-то убиваете и пытаете людей, им становится стыдно. И поэтому они защищаются от этого чувства. Я не должен и не хочу жалеть заключенных. Я не думаю, что вы за этим следите, но один из самых популярных телеведущих на российском государственном телевидении сказал, что в советских лагерях людей перевоспитывали, а в фашистских их лишали идентичности. Но ведь, если я правильно понимаю, в советских тоже лишали идентичности и в какой-то момент отняли и имя, и фамилию, и статью, оставив только номер. Да, я тоже слышала такое мнение. Меня оно удивило по нескольким причинам. В самом начале своей книги я сравниваю советские и нацистские лагеря. Это первая глава, да. Сначала я не хотела этого делать. Я хотела, чтобы советские лагеря воспринимались как отдельная система. И тогда мой редактор сказал, что я должна это сделать. Если не я, то это сделают другие. То есть, после прочтения книги люди сами сделают такое сравнение. Я долго думала об этом. У них действительно много общего. Они существовали в 30-е годы в России и Германии, в одно время и на одном континенте. Гитлер и Сталин наблюдали друг за другом. Конечно, у них много общего. Надо отметить, что были разные немецкие лагеря, так же, как и разные советские лагеря. В Германии были лагеря смерти, где людей убивали в газовых камерах. В России людей обычно не убивали в лагерях. Их обычно вывозили в лес и расстреливали. Сравнивать можно бесконечно. Но вы спросили про лагерную систему в общем, и она была схожа. К заключенным относились как к нелюдям. С ними обращались как с врагами. У людей не было имен, только номера на форуме. Расчеловечивание было необходимо для того, чтобы охранники могли ужасно обращаться с заключенными. Другими словами, если сказать охранникам, что перед ними простые советские граждане, которые оступились, это может вызвать сочувствие. Но по сути, вы правы. В том смысле, что советская и нацистская лагерные системы похожи. Заключенные расчеловечены, с ними обращаются как с цифрами. Даже в архивных документах заключенные описываются как контингент, как будто это контейнер со сталью или углем. Их даже не называют людьми. А когда говорят конкретно про кого-то, то называют его врагом народа. В этом смысле лагеря действительно похожи. В каком году советские заключенные потеряли право на имя? Думаю, важный перелом в советской системе произошел между 20-ми и 30-ми годами, когда лагеря стали массовыми. В 20-х годах появились лесозаготовительные лагеря на севере. Соловки. Соловки, где большинство заключенных были членами других социалистических партий. Политзаключенные эсеры или представители других левых политических партий России, с которыми большевики конкурировали. В то время у них еще были какие-то права. Они выпускали газеты, писали письма домой. А потом, постепенно, когда в начале 30-х Сталин начал создавать массовую лагерную систему, в основном на крайнем севере Россия, к людям стали относиться как к скоту, как к кускам угля. Тогда это произошло. Чарльз Сэмюэль Адамс, или Чилл, как его называли друзья, с детства тянулся ко всему жуткому и загадочному. Его привлекали прогулки по кладбищам, а также мрачные викторианские особняки, которых в маленьком городке Уэстфилд штата Нью-Джерси в начале 20-го века было в избытке. В одном из таких особняков его даже поймали с поличным полицейским. Правда, все преступление Чила состояло в том, что он нарисовал мелом на задней стене дома скелет. Спустя пару десятков лет он нарисовал свои первые карикатуры для нью-йоркера про неприветливую бледную красавицу мадам Мартишу, которая, разумеется, жила в мрачном викторианском особняке, очень похожем на те, что стояли на родной улице художника в Вестфилде. Вскоре он подарил ей свою фамилию Адамс, а также мужа дворецкого кистью руки по кличке Вещь и даже детей Паксли и Венздей. Чарльз Адамс создал несколько тысяч зарисовок карикатур про семейку Адамс. Узнаваемый стиль семейки так полюбился читателям и зрителям по всему миру, что о ней сняли несколько фильмов, мультфильмов и сериалов и продолжают снимать до сих пор. Чарльзу Адамсу повезло вовремя направить свою страсть к рисованию в нужное русло. Его персонажи превратились в настоящий бренд, а научиться профессионально создавать персонажей, анимацию и иллюстрации для других брендов можно на курсе Skillbox профессия коммерческий иллюстратор. В этой профессии можно не только реализовать свой творческий потенциал, но и начать почти сразу стабильно зарабатывать. За первые заказы вы сможете браться уже с четвертого месяца обучения. Иллюстраторы для брендов, рекламных агентств и издательств востребованы всегда. Прямо сейчас на HeadHunter больше 500 компаний ищут иллюстратора. На курсе, который длится 16 месяцев, вас научат всему, что необходимо для быстрого погружения в профессию. От основ композиции и цвета до работы с основными графическими редакторами, такими как Photoshop, иллюстратор и Procreate. Обучение максимально завязано на практике. Вы будете учиться выполнять заказы по реальным задачам, которые дают иллюстраторам ведущие компании. Учиться можно откуда угодно, кому угодно и в какое угодно время. Весь курс проходит в онлайн-формате. Удобный график занятий выстраиваете вы сами, а доступ к онлайн-материалам остается у вас навсегда. Кроме того, первые полгода можно проходить вообще бесплатно. Skillbox предлагает отсрочку платежа на 6 месяцев и оплатить можно тогда, когда вы уже начнете зарабатывать иллюстрациями. По окончанию учебы Skillbox гарантирует или трудоустройство, или возврат денег. А если успеете записаться в декабре, вас ждут сразу несколько бонусов. Во-первых, огромная скидка. 60% от Skillbox по случаю новогодней распродажи и 5% от меня лично по промокоду скажи. А во-вторых, два курса в подарок. Дизайнер на фрилансе в Digital для тех, кто ищет новые карьерные перспективы и годовой курс английского для тех, кто хочет подтянуть язык или, наконец, начать его учить. Переходим по ссылке в описании и записываемся на курс Коммерческий иллюстратор. Вы получили Пуллицеровскую премию за эту книгу? Чему я, надо сказать, была очень удивлена. А, да? Конечно, ты же не пишешь книгу, чтобы выиграть премию. Я не за этим ее писала. Может ли ваша книга или вообще история ГУЛАГа и история 30-х годов Советского Союза объяснить хотя бы отчасти то, что происходит сейчас? Это не объясняет всего полностью. И я всегда настаиваю на том, что есть разница между настоящим и прошлым. Мне не нравятся точные аналогии. Но да, я думаю, что они помогают. Они дают понять то, о чем мы говорили. Какое наследие прошлого перешло в настоящее? Передалось ли чувство страха из сталинских времен современникам? Конечно, не все объясняется прошлым. Нужно знать историю последних 30 лет, понимать, кто такой Путин, как живут люди в России для полной картины. Но да, думаю, во многом книга поможет. И, наверное, именно поэтому люди ее читают. Вопрос, который в России до сих пор обсуждается, это экономическая выгода ГУЛАГа. У вас в книге довольно ясным способом показано, что не было ни одного периода в жизни ГУЛАГа, когда эта модель действительно была бы экономически эффективна. Почему вера в то, что ГУЛАГ поднял сталинскую экономику и позволил индустриализировать Россию так сильна? Действительно, Сталин был уверен, что для расширения Советского Союза необходимо использовать рабский труд. Он убедился в этом еще в самом начале, на опыте Соловецкого трудового лагеря. Даже есть версия, что один конкретный человек убедил его в этом. Это все описано в моей книге. Я думаю, что для Сталина было непостижимо, что экономика работает эффективнее, когда люди на местах работают сообща и сами решают, что производить. Он был не способен это понять, что экономику нельзя приказать сверху. Я решаю, а люди выполняют. И, конечно, при таком подходе необходим бесплатный труд, чтобы люди работали как рабы. Эта модель управления, когда государство контролирует все и люди не могут сами решать, что им делать, была основой большевистского мышления. Так думал не только Сталин, но и его последователи. Но такая система с самого начала была обречена. Бесплатно работающие заключенные не хотят строить мост хорошо. Они хотят побыстрее закончить. Они не хотят эффективно копать траншею. Для них главное быстро, чтобы закончить, получить паек и пойти отдыхать. Так что использование рабского труда тормозило экономическое развитие Советского Союза. Замедляло его. Почему не использовали технику для строительства Беломор-канала? Потому что заключенные копали бесплатно. Зачем вкладываться в технику или экскаваторы? Техника и устройства, облегчающие труд, изобретенные в Европе и США, не применялись в России много лет, потому что вместо них применялся рабский труд. Он был неэффективным, медленным и невероятно тяжелым для людей. Но Сталин и последующие советские лидеры с их менталитетом не были способны понять свободный рынок, свободный обмен товарами между людьми. Плюс они видели в нем опасность для власти. Как это обычный человек решит, допустим, заняться производством тракторов, соберет их и продаст другим обычным людям? А как он решит, сколько тракторов собрать? Он будет разговаривать с другими людьми? Люди будут общаться, заключать сделки, союзы и соглашения? Они же не будут слушать власть. Это был дополнительный способ удержания власти. Централизованная плановая экономика была направлена и на сохранение политической власти людьми в центре. Это влияние распространялось в том числе и на вольную жизнь в СССР? Вот это нежелание соучаствовать в том, что тебе приказали делать? Да, когда я писала книгу, то на разных этапах давала читать ее своим русским друзьям. Некоторые из них смеялись надо мной и говорили, что эта туфта, халтура были не только в ГУЛАГе. Это было везде. Получается, ты работаешь не на себя, не получаешь никаких особых выгод, но ты и не стараешься. Какой смысл иметь карьерные амбиции? Даже если ты очень много работаешь, тебе все равно ничего за это не будет. Могут выдать похвальную грамоту, ударник, труда, стахановец. Это максимум. Но это не влияет на карьеру или повышение зарплаты. Вы не получаете от вашей работы ничего. И выходит, что люди, как и заключенные в ГУЛАГе, не видели смысла стараться. Это очень интересный момент. Это то, чего Горбачев не понимал. Он понимал, что Советский Союз неэффективен, экономическая система неэффективна, и думал, что проблема в том, что люди неусердно генсеком коммунистической партии, он принял закон о запрете алкоголя. Он запрещал алкоголь, затруднял покупку водки и так далее. Он думал, что люди не работают, потому что много пьют. Позже у него были и другие идеи. Но по существу он не понимал, что люди не работают, потому что не понимают, зачем это делать. Нет причин быть честолюбивым, ты СССР не было меритократии. Карьеру делали не те, кто хорошо работал, за некоторыми исключениями, а те, кто были верны режиму и партии. И это вылилось в общую систему халтуры и всеобщей туфты. В 2014 году музей-заповедник Царское село получил в дар 34 столовых и чайных предмета. Изящные вилки, ложки, ножи, половник, щипцы для сахара и ситечки для чая. Однако комплект был явно не полный. Обычно такой набор рассчитан на 12 персон, а этот был всего на 8. Эти предметы когда-то принадлежали Пьеру Жильяру. Он учил французскому детей из царской семьи и получил столовые приборы в подарок от благодарной ученицы Великой княжны Анастасии. Каждый Новый год, начиная с 1909 она преподносила Жильяру комплект на одну персону с его инициалами на кириллице. Однако традиция прервалась после 1916 года. В 1917 Жильяр добровольно последовал за царской семьей в ссылку в Тобольск, а затем в Екатеринбург. Большевики пощадили его и он даже смог вернуться к себе на родину в Швейцарию, забрав с собой самое главное подарки от Анастасии. Правда, пользоваться столовыми приборами Жильяр не стал, хранил их как память о любимой воспитаннице. А спустя почти сто лет племянница Жильяра вернула эти предметы из Женевы на родину. Радовать своих близких подарками, которые им понравятся и запомнятся, можно даже на расстоянии в тысячи километров. Сегодня в этом помогает сервис Флау-Вау. Доставка Флау-Вау работает в тысячи городах по всему миру. А чтобы подарок нашел адресата, совершенно необязательно знать точный адрес. Достаточно контактного телефона, магазин сам свяжется и уточнит место и удобное время доставки. На маркетплейсе можно найти огромное количество новогодних подарков, украшения для новогоднего декора и даже заказать елку. А если вы не найдете подходящий товар в выбранном городе, теперь есть возможность заказывать товары из других городов через СДЭК. Выбирать подарки можно на сайте, но еще удобнее пользоваться приложением. Во-первых, оно запоминает все ваши главные адреса, и можно каждый раз не тратить время, чтобы все вбивать вручную. Во-вторых, там легко отслеживать статус, и внешний вид заказа. Продавец всегда присылает фото подарка перед отправкой. А еще в приложении копятся бонусы за сделанные заказы. Их можно использовать для оплаты новых подарков или пожертвовать в один из благотворительных фондов. Это тоже делается прямо внутри приложения. И еще отдельный бонус для зрителей нашего канала. До конца января на любые заказы во «ФЛАУВАУ». Можно воспользоваться промокодом ГОРДЕЕВО2023. По нему будет скидка 10%. Переходим по ссылке в описании, скачиваем приложение «ФЛАУВАУ» и радуем своих близких новогодними подарками, даже если вы будете встречать Новый год на расстоянии. Вас поразило такое горячее участие Польши в помощи беженцам украинским? Это было довольно необычно. Это было прекрасно. Я не знала, как отреагируют поляки. И я очень рада тому, как все вышло. Инициатива исходила не от правительства. Это шло из низов. Вся помощь украинцам, особенно поначалу, была организована обычными людьми. Они создавали сайты, чтобы люди после перехода границы могли найти жилье в Польше. И на самом деле почти все, кого я знаю, приютили украинских беженцев. У нас в какой-то момент жило 10 человек. У нас есть дом в деревне, и там они жили. Теперь осталось двое, бабушка и внук. Я думаю, они хотят вернуться. Но если передумают, то смогут остаться на всю зиму. Я думаю, поляки так отреагировали, потому что нападение на Украину напомнило им 1939 год. В 1939 году на Польшу сначала напала Германия, а затем Советский Союз. И никто им не помог. Великобритания объявила войну, но на помощь не пришла. Это из разряда «нам никто не помог в 1939 году, а мы сейчас поможем украинцам». Думаю, причина в этом. Вы меня спрашиваете, почему люди, которых я знаю, ненавидят и боятся российского самодержавия, это все из-за 1939 года. Есть еще один момент очень интересный у вас в книге о том, как образовывались сообщества в ГУЛАГе. Что вот были ли сообщества украинцев и поляков, при том, что на воле те друг друга не сильно любили. Вот было сообщество цыганское, вот было сообщество азиатское. А русские, и вот эта сцена, когда они встречаются на Соловках, этап приезжает на Соловки, а другие освобождаются, и все там евреи, грузины между собой разговаривают, а русские стоят в стороне, и никто им не помогает. Неспособность русских друг дружке помогать на чужбине, наверное, так, да, и внутри тоже. С чем вы ее связываете? Это очень интересный вопрос. У меня нет на него точного ответа. Я думаю, что отчасти это из-за того, что у русских нет нормальной современной национальной идентичности. Русские это имперская держава. Русские это и чеченцы, и буряты, и даже частично украинцы. Получается, у русских нет понятия национального государства в том смысле, в каком другие люди являются нациями. У них имперская, а не национальная идентичность. Это может быть одной из причин. Но да, это правда. Не помню, из какой биографии я это взяла, но есть ряд наблюдений о том, что русские не объединялись в группы внутри лагерей, как это делали другие нации. Есть две концепции восприятия тюрьмы, ну, ГУЛАГа в России. Это концепция Солженицына, который считал, что тюрьма делает человека лучше, и концепция Шаламова, который считал, что ГУЛАГ расчеловечивает. Вы цитируете в книжке того и другого, но кому вы больше верите? Знаете, очень сложно обобщить то, как тюрьма повлияла на людей. Сколько есть разных людей, столько есть вариантов влияния тюрьмы на людей. Есть люди, для которых страдания это духовный опыт, они лучше поняли мир, у них в тюрьме появились хорошие друзья. А потом, как пишет Шаламов, есть и другие люди, которых тюрьма просто разрушает, делает их злыми и ущербными, заставляет воровать у друзей, морально разлагает. Не думаю, что тут можно обобщать. Скорее, она делает и то, и другое. Были такие люди, как Солженицын или как Евгения Гинсбург. Гинсбург, например, была частью этой политической системы. Ее муж занимался коллективизацией, а она была ярой сторонницей партии. И в лагере она лучше смогла понять свой народ. И это одна из причин, по которой она так красиво о нем написала. Но, наверное, для большинства людей Шаламов был прав. Есть еще одна часть, и вы об этом тоже пишете в книге, когда целые города, прежде неразвитой России, просто географически, Ухта, Воркута, Магадан, находка, их не было. Их построили заключенные, и они там остались жить. Заключенные и охранники. И, наверное, выживали из этих заключенных не самые благородные люди, чтобы выжить в минус 42 на снегу, нужно быть чем-то еще чуть другим, чем просто благородным человеком. Да, есть такое странное явление. В России есть города, которых не должно было быть. Я была в Воркуте в конце 90-х и подумала, что ее там просто не должно быть. Допустим, есть угольные шахты, и можно поступить как Канада. Можно отправлять людей для выработки полезных ископаемых на крайний север. Отправлять шахтеров на шахты, но на две недели. Они работают, живут в гостинице, где есть бассейн, сауны и прочее. А потом они возвращаются домой, в нормальный климат на две недели. Переключаются обратно. Построить город в таком месте, дороги, многоэтажные дома, создать, например, детский сад в таком ужасном климате, это очень дорого и это неэффективно. Отапливать дом в Иркуте зимой очень дорого, а летом огромные стаи комаров. Это тоже было очень неприятно. Так что атмосфера в этих местах уже была своеобразной. И потом, как вы уже сказали, весь город был застроен и заселен бывшими заключенными и бывшими охранниками. Это, конечно, дополнительно создает нездоровую атмосферу. Люди знают, что этого города не должно было быть. История города это история тюрьмы. Вряд ли это хорошее место, чтобы растить детей. Но это еще место, где вот эти бывшие заключенные в итоге создают семьи с бывшими охранниками. И у них появляются дети, которые либо должны охранять, либо сесть в тюрьму, потому что там больше ничего нет. Да, там много странного. Не забывайте, охранниками в Иркуту в лагеря ГУЛАГа отправляли не просто так. Это была очень плохая и тяжелая работа. Они тоже очень плохо жили. И у них тоже была цинга, им не хватало витамина С, у них не было овощей. Для многих людей, которых отправили на работу надзирателями, особенно в сталинский период, и что самое страшное во время войны, это было своего рода наказание. Они работали в какой-то другой части службы безопасности, напились, или что-то еще произошло, и их уволили. И тогда их направляли работать в ГУЛАГ. Многие из охранников не хотели там работать. Одна из особенностей советского ГУЛАГа, чем он отличается от других тюремных систем, это то, что заключенные и надзиратели не так уж сильно отличались, и часто могли меняться местами. Если ты заключенный, примерный заключенный, ты прилежно работал, сотрудничал с властями, был, возможно, осведомителем, то тебя могли повысить до надзирателя. Есть пара известных историй ГУЛАГа о людях, которые стали охранниками, и, соответственно, могло произойти и обратно. Ты был охранником, вел себя плохо, плохо работал, тебя могли арестовать и отправить в лагерь заключенным. Так что разница между заключенными и надзирателями не так велика, как может показаться. У них, по сути, одна участь. И в этом одно из отличий Советского Союза от нацистской Германии. Не было расовых различий, какой-то черты между людьми. Все они советские граждане. В этом смысле они все контролируются государством, все подчиняются одной деспотичной власти и ее беспорядочным решениям. Они ни на что не влияют. Так что у них больше общего, чем вы думаете. А почему такой был высокий процент самоубийств среди охранников ГУЛАГа? По той же самой причине. Это была очень плохая работа в ужасном месте. Некоторые из них знали, что заключенные невиновны. Не все знали, но некоторые знали. Даже те, кто не знал, они постоянно находились рядом с нелюдьми, как им сказали врагами народа, в напряженной атмосфере, которая царила в лагерях. В этом мало приятного. Думаю, если говорить о влиянии ГУЛАГа на Советский Союз, на Россию, необходимо учитывать как воспоминания заключенных, так и охранников. Наследие охранников тоже ужасно. С некоторыми из них отвратительно обращались, и многие, в свою очередь, также ужасно обращались с другими людьми. Поэтому дети и тех, и других, скорее всего, будут травмированы этим опытом. А вы любите Варшаву? Да. Я, правда, как-то не задумывалась об этом. Я так давно тут живу, что она уже как часть меня. А почему Варшава, это, ну, с одной стороны, такой был раньше оплот Восточной Европы со всеми советскими делами и привычками, а теперь Польша настолько враг России, что трудно себе вообще представить это? Так было всегда. Страх перед Россией уходит корнями в 19 век. Это давняя история. Есть страх перед Германией тоже, но он немного другой. Страх перед Россией и давний, и глубокий, очень болезненный и очень разрушающий. Этот страх, он не новый и начался гораздо раньше этой войны. Польские коммунисты боялись Москвы и много размышляли, как от нее отстраниться, как ее обойти при принятии решений. При этом они были очень непопулярны, и они это знали. Они много всего сделали на самом деле. Например, отстояли польскую католическую церковь. В России церковь не выжила, а в Польше выжила. Это потому, что польские коммунисты боялись общества. Так или иначе, они всегда пытались найти способ подравиться людям, чтобы повысить свою популярность. Но им ни разу это не удалось. В Польше прошла серия протестов, примерно начиная с 40-х годов, во времена первой советской оккупации, а потом в 56-м, 68-м, в 70-х годах, и потом был знаменитый 81-й год. Коммунистов постоянно пытались победить, ослабить, создать политическую альтернативу, и это своего рода легенда, которой Польша живет сейчас. Мы всегда боролись за свою свободу. Не всегда, конечно. Коллаборантов и у нас хватает. Но эта легенда — национальная идея. Так что даже польским коммунистам не нравились русские коммунисты. Советский строй. Не русские, как нация, а политические принципы, о которых мы говорили. Есть много конкретных поляков, которым нравятся конкретные русские. Многие люди интересуются русской культурой. Я хочу сказать, что это не про неприязнь к нации. Речь о страхе перед советским подходом, политической системой, бесчеловечной, несправедливой и нарушающей закон. Речь о произвольном насилии, которого люди боятся. арбитрарий вайлент вас удивляет то, что люди не протестовали в сталинское время? Во-первых, люди протестовали. Они как-то пытались выразить свои чувства, писали тайком стихи или вели дневники. Но нет, я не удивлена, потому что люди искренне боялись. Одним из успехов этой системы была всеобщая вера, что другого пути нет. Люди даже не могли помыслить, что можно по-другому. Большевики говорили, мы правы, потому что марксизм это наука, не просто философия, а единственно правильная философия. У нас есть научное объяснение того, как должна работать экономика, как должен выглядеть мир и каким будет будущее. Мы правы, и это единственно верный путь. Так что против чего протестовать-то? Какие есть варианты? Если вы против системы, то какая у вас альтернатива? И так же, как в сегодняшней России, советская пропаганда без конца говорила о зле Запада, вырождении демократии и капитализма, как люди там несчастны. Наша система лучше всех, она единственно правильная. И вот доказательство. Если люди не видят альтернативы, непонятно, ради чего протестовать. Мне кажется, сейчас происходит что-то похожее. Люди не видят альтернативу. Один из успехов Путина на самом деле состоит в том, что он убедил людей, что никто другой не мог бы управлять Россией. Вот я, а дальше нет преемника, нет наследника, нет самого механизма преемственности. Дело не только в том, что мы не знаем, кто заменит Путина, если с ним что-то случится. Мы не знаем, как будет выбран этот человек. Сейчас даже нет политбюро. Кому решать, кто будет следующим президентом России? Мы не знаем. Это убеждение людей в безальтернативности еще больше усиливает чувство нигилизма и апатии. Мы ничего не можем сделать, выбора нет. Нет смысла заниматься политикой. Зачем? Добиваться того, в чем люди не видят альтернативы? Западная демократия это вырождение упадок и загнивания. Вы хотите, как в Европе? В Европе преступности и эмигранты. Там происходят ужасные вещи. Хотите, как в Америке? Там еще хуже. Так что люди не видят выхода. Но пропаганда специально создала эту идею, что другого выхода нет. И в этом смысле путинизм повторяет сталинизм. Во многом он, конечно, другой. Но смысл путинской пропаганды в том, чтобы создать апатию, нигилизм и равнодушие. В этом сходство. Но при этом есть еще как бы вторая сторона Запад, которая со всех сторон как бы загораживает теперь уже Россию этим забором. И люди думают, наверное, ну, что Путин прав, да, может, нас все так все ненавидят, что останемся мы здесь жить сами, какие уж мы не наесть. Создание идеи, что мы окружены врагами, что нас никто не любит, мы сами по себе, это еще одна очень распространенная тактика диктаторов. Ее использовал и Сталин. Я тут подумала, что у Сталина и Путина есть еще общая черта. Они оба в это верят. Путин искренне верит, когда видит толпу протестующих в Москве, например, в 2011 году, что это не простые россияне, собравшиеся вместе, чтобы выразить протест. Он видит ЦРУ или Хилари Клинтон. Вот что он видит, он сам так сказал. Для него нет такого понятия, как стихийно организованное общество. Есть только заговор, организованный Западом. Он мыслит, как офицер КГБ и искренне считает, что вокруг одни враги и заговорщики. Это очень по-советски. Вы были в России в 1991 году? В 1991 году? Да. Вы видели это? Ну да, я была в России в 1991 году. У меня было большое путешествие по западной части Советского Союза. Это были Литва, Белоруссия, Украина, Молдавия. Тогда был еще Советский Союз. Там я провела много времени, больше, чем в Москве. Это другие люди были, чем сейчас? Да. Что с ними стало? 30 лет. Мы с вами вели всевозможные разговоры. У русских было 30 лет доступа к миру, контакта с разными людьми. Даже люди, которые не ездили за границу, через интернет получали доступ к различным способам мышления и бытия. Я не хочу показаться чрезмерно оптимистичной или идеалистичной. Да, многие люди, когда они сталкиваются с каким-то другим способом мышления, отвергают его. Тем не менее, я думаю, что у вас уже не такая закрытая страна, как была раньше. Мне не кажется, что все россияне имеют советское мышление. Есть другие люди с другим мышлением. Да, я думаю, что люди изменились. Возможно, еще не настолько, чтобы создать новое общество, но они изменились. но в 91-м году миллионы людей вышли на улицы. В 2022 году мы не можем представить себе и сотни, которые выйдут и не побоятся быть арестованными. В 91-м году люди поверили, что есть оппозиция. Они поверили, что есть повод выйти на улицу. Был Ельцин, была альтернатива, были новые возможности. Я думаю, сейчас проблема в том, что люди этого не видят. Пропаганда делает так, чтобы не было видно. Навального арестовали за то, что он пытался допустить, что есть альтернатива, есть другая Россия. Он заставил людей выйти на улицу, заставил людей что-то делать. Может, недостаточно, но все же. Я думаю, сейчас люди чувствуют апатию, безысходность. Ну, выйдем мы на улицу. А дальше что? Вы сказали, что Горбачев ошибался в том, что он не понимал, почему люди не хотят работать. Но в чем он еще ошибался? Почему у него не получилось? Я думаю, что он не очень хорошо понимал свою страну. Он провел большую часть жизни на вершине номенклатуры. Он точно не понимал национальных чувств в республиках. Что такое украинский национализм или прибалтийское стремление к независимости и суверенитету. И он этого не ожидал. Он не ожидал, что получив возможность говорить открыто, люди будут говорить о прошлом, о сталинизме, о ГУЛАГе, о том, что случилось с их народами, литовцами, эстонцами и так далее. Когда они стали свободно говорить, они в том числе смогли вслух сказать, как они ненавидят этот Советский Союз? Да. Он думал, дадим всем свободно говорить, и тогда сможем обсудить, почему плохо работают заводы или почему мы добываем недостаточно угля. А вместо этого, как только людям дали право голоса, они заговорили о ГУЛАГе, а не о заводах или добыче угля. Я думаю, что он этого не ожидал и не понимал. Не забывайте, он был марксистом. Он верил, как Сталин и люди до него, что марксизм это наука, что социализм, советский строй лучший из всех возможных политических систем. Необходимы небольшие реформы, нужно кое-что изменить и исправить, и все будет хорошо. Он не понимал, что советский строй основан на насилии, на лжи и на пропаганде. И как только вы уберете насилие и ложь, люди будут против этого строя. Думаю, он никогда этого не понимал. Больше всего я виню его в том, что он не подготовил людей ни к чему другому. Он не продумал, какими будут демократия или свободный рынок. Он ничего не объяснил людям. У него не было плана или концепции. А все потому, что он сам в эти вещи не верил. Уже много позже он говорил, что он демократ и все такое. И, конечно, во всем мире его запомнили как человека, начавшего процесс демократизации России. Не думаю, что в то время он понимал, что делает. Повторюсь, у него был советский менталитет. Центр контролирует все. Я решил дать людям право голоса. Я решил, что они могут обсуждать, как поднять экономику. Я решил, люди выполняют. Он не понимал, что изменения могут происходить спонтанно. И поэтому опаздывал к переменам и удивлялся тому, что происходило. Но я хочу сказать о нем важную вещь. Действительно важным было то, чего он не сделал. Он не пытался сохранить Советский Союз с помощью насилия. Он не пытался удержать власть с помощью насилия. Он, казалось, искренне ненавидел насилие. И не хотел его применять. И когда он его все-таки применял в Вильнюсе, в Двилиси, он, кажется, потом об этом жалел. Вот это важно. Это его сильно отличало от предыдущих советских лидеров. И от Путина. Мы должны быть благодарны ему за то, что в России был хотя бы один лидер, который не хотел, чтобы система держалась на силе, терроре и насилии. Получается, что Путин не так уж и не прав, когда он говорит, что он окружен врагами. Никто его не любит. Дело не в том, что мы не любим Россию или русских. Мы не любим систему. Нам не нравится идеология. Не нравится русское самодержавие. Не нравится путинизм. В этом смысле это правда. Нет никакой этнической ненависти. Это просто страх перед такой политикой. Не знаю, понимают ли это русские. Путин создал страх, а русское самодержавие создает вокруг себя врагов. Если враги и существуют, то это те, кому не нравится этот политический строй. Они его боятся. Они хотят свободы. Хотят жить самостоятельно. Жить в своей стране, в демократической стране. Работать на свое благо. Им не нужна номенклатура или клептократия, созданная Путиным. Вы же, наверное, знаете эту русскую поговорку о том, что боятся, значит, уважают. И теперь, когда боятся, теперь будут уважать. Это абсолютно неверно. Страх порождает ненависть и гнев. Это абсолютно неправильное восприятие мира. Не думаю, что есть какая-то западная программа или мера, которая могла бы в корне изменить Россию. Мы не можем изменить Россию. И думать, что можем, это большая ошибка. Единственное, что мы сейчас можем сделать, это выиграть эту войну. В том числе, чтобы помочь русским увидеть, что их империя их тоже уничтожает. Почему люди ненавидят Россию? Ненавидят империю. Почему Россия беднее, чем могла бы быть, учитывая все ресурсы? Из-за империи. Оставьте империю. Станьте обычной страной. И вы уже окажетесь в другом мире. С другими соседями. С другим отношением. Когда вы последний раз были в России? Я перестала ездить где-то 10-12 лет назад. Я стала мишенью российской пропаганды. Сначала понемногу, упоминания в прессе, иногда на телевидении. Там плохо обо мне говорили. Потом была пара программ, посвященных мне и тому, какой я плохой человек. Я поняла, что мне в России небезопасно. Не в смысле, что со мной что-то случится, но было ощущение, что ехать туда не стоит. И я начала встречаться со многими своими русскими друзьями, с которыми до сих пор общаюсь за пределами страны. А есть у вас это ощущение дежавю? У вас тоже в книге есть в том числе воспоминания иностранцев, оказавшихся в России в момент сталинского террора, когда они что-то пытаются делать, с кем-то знакомиться, но вдруг они видят, как люди исчезают, и что-то подбирается к ним тоже. И оказывается, что иностранный паспорт не защита. Большую часть времени в России я чувствовала себя в безопасности. Возможно, зря, но я так себя чувствовала. Мне кажется, в то время люди были гораздо более открытыми, чем сейчас. Я встретила много людей, которые мне помогли, много россиян, которые хотели рассказать свои истории. Одна из моих любимых историй. Я поехала в Архангельск и пошла в краеведческую библиотеку, где было много материалов о Соловках. У них были журналы заключенных и много другого интересного. Я просто зашла с улицы и подошла к библиотекарю. Говорю ей, мне сказали, что у вас есть такие материалы. Она говорит, есть. И она весь день искала для меня книги, потому что знала, что где лежит. Она приносила документы, а я записывала. Она меня не знала, я ей не платила, я не была какой-то знаменитостью. Она не обязана была мне помогать, но помогала, потому что чувствовала, что должна. Я встречала много таких людей в то время, и поэтому в России я чувствовала себя в безопасности. А когда я перестала чувствовать себя в безопасности, то перестала приезжать. С 2010-2011 года. Еще одна причина, о которой, возможно, знают ваши зрители, заключается в том, что мой муж, польский политик, он был министром иностранных дел. И это была еще одна причина не ездить в Россию. Я не хотела лишних проблем и перестала приезжать. Это ужасно грустно. Я люблю Москву, скучаю по ней. Я хочу вернуться. А вы вышли замуж за поляка уже когда вы написали книгу или в процессе? Мы познакомились в 1989 году. Мы оба были журналистами. Я тогда писала про политические изменения. И вот тогда я познакомилась с Радеком. Я не постоянно жила в Польше. Моталась между Польшей, Лондоном и Вашингтоном. Но в целом я обычно говорю, что живу здесь с 1989 года. А кто из вас кому помогает понять русского человека, советского человека? Кто из вас больше это понимает и лучше? Я потратила больше времени на размышления об этом, чем он. Он больше думает о Польше. О том, как сделать Польшу лучше, как Польша должна вписаться в мировой порядок. Но многие выводы мы сделали вместе. Мы много разговаривали о советской и польской истории, о России и Польше сегодня. Опыт жизни с политиками поменял ваше представление о том, как на самом деле принимаются решения? Конечно. Изнутри политика выглядит совсем не так, как снаружи. Очень часто, особенно в этой части мира, в том числе и в Польше, люди видят вокруг бесконечные заговоры, что все придумано, есть некий хитрый план. А когда ты внутри политики, то видишь, как все работает. И это совсем не так. Много случайностей, вещи происходят по ошибке. Очень важно помнить, что в человеческой жизни действительно много спонтанного, нет каких-то спланированных заговоров. После 24 февраля вы общаетесь со своими русскими друзьями? Конечно. Конечно, я разговаривала с людьми. Большинство моих друзей в шоке, ужасно расстроены и против войны. Пара-тройка человек еще в России, а остальные уже уехали. Люди, которые следили за политическими изменениями, они все уже знали. Всех удивил масштаб войны, но не сама война. Они все-таки готовились к чему-то подобному. В любом случае, это большая беда. Два дня назад я была в Киеве, разговаривала с одной русской журналисткой. Было видно по ее лицу, как это все для нее тяжело. Она живет в Киеве, замужем за украинцем. Она полностью дезориентирована. При этом ей постоянно приходится извиняться и объясняться за свой российский паспорт. Мне очень жаль таких людей. У них нет альтернативы. У них больше нет того, частью чего они себя ощущали. У этой книги очень тяжелый финал. И вы говорите о том, что до тех пор, пока Запад не поймет и не поверит в то, что на самом деле происходило в Советском Союзе во время ГУЛАГа, он не поймет современную Россию. И не поймет, насколько вот эти изменения были страшны и необратимы. Я правильно это поняла? Когда я писала эту книгу в то время, я еще верила, что в России наступит момент покаяния. Момент понимания того, что произошло, переосмысление истории. Важно отметить, что в какой-то степени это произошло. Моя книга стала возможной только благодаря сотням русских, помогавших мне по всей стране. Люди в архивах, бывшие надзиратели, жертвы, заключенные, люди, написавшие мемуары о тех событиях. В конце 80-х, начале 90-х впервые начали много говорить о ГУЛАГе и Сталинском периоде. К сожалению, эти события так и не были признаны законодателем. Не было момента, когда государство четко сказало, да, мы признаем. Это было в прошлом, и это было неправильно. Мы готовы восстановить справедливость для жертв, и мы готовы говорить об этих событиях вслух, именно в этих терминах. Это пресекли. Хотя это почти случилось. Этот процесс остановил Путин, который считал, что это ослабит Россию. Он не видел в нем усиления для России, в отличие от меня. Если бы Россия помнила и чтила память о тех событиях, проанализировала и поняла, почему случился сталинский период и ГУЛАГ, тогда, возможно, мы бы жили в совершенно другой России. Вы много плакали, когда писали свою книжку? Когда я писала книгу, я постоянно напоминала себе, что это не моя история. Я не имела права на эмоции. Когда я думала, как ее писать, я решила, что буду максимально цитировать других людей. Я прочитала сотни воспоминаний. Я хотела, чтобы люди, которые прошли через это, описывали события, выражали свои эмоции и рассказывали о том, что запомнили сами. Я цитировала их. Себе я не дала права эмоционально реагировать. Тем не менее, было пару случаев, когда я читала дневники или что-то в архивах, и на меня нахлынули эмоции. Я не могла поверить, что что-то настолько ужасное произошло. Мне приходилось останавливаться, собираться с силами и потом продолжать работу. Мне снились кошмары. Я ездила на Соловецкий остров, там была такая крутая лестница в церкви. Эта лестница, то, как я по ней поднимаюсь, это все время мне снилось. Как будто я поднимаюсь, и кто-то гонится за мной. Такая странная старая церковь, которая была частью монастыря, а потом стала лагерем. Так что мне снились кошмары. Один мой русский друг сказал тогда, что мне надо пойти к священнику, рассказать про сны. Но я решила, что буду справляться, как люди тогда. У них не было возможности пойти к священнику. В итоге я решила, что буду справляться со сложными чувствами, которые возникали, объясняя это тем, что рассказываю истории людей. Я говорю за них то, что они не могли когда-то рассказать. Так я не столько помогала им, сколько проживала и уважала их опыт. Вы ответили себе на вопрос, зачем вообще все это было? Мы с вами поговорили о том, что экономически никакой выгоды. Мы с вами поговорили о том, что жизнь людей не стала лучше. Сами люди не стали лучше. Города, которые они основали, это очень тяжелое для жизни место. Это трагический опыт для всех. Зачем? По большому счету, это все из-за власти. Это началось с идеи Сталина, что главное, чтобы он был у власти. Он лично? Лично он и большевистская система в целом. Главным было удержать власть, а остальное вторично. Речь никогда не шла о создании лучшей жизни для людей, сделать людей счастливыми, более обеспеченными. Речь шла только о том, чтобы остаться у власти. Сложно писать о ГУЛАГе с этой точки зрения. В архивах, начиная с создания лагерей в 30-х годах, все описано с точки зрения экономики, тех или иных выгод. Но когда вы видите, что это нелогично, когда понимаете, насколько неэффективно это было для экономики, то возникает вопрос, в чем была настоящая причина? И, конечно, истинная причина, помимо разговоров об экономике, это удержание власти Сталина. Люди его боялись. Всех можно было арестовать, включая его близкое окружение и их семьи. Это был способ сохранения личной власти Сталина. Вы говорите часто о том, что Россия новая должна признать все зло, которое было принесено ей сталинской эпохой и ГУЛАГом, и должен произойти момент покаяния. Вы считаете, что в 90-е годы был упущен момент, или это было сознательное нежелание Ельцина идти на конфликт с правящими элитами? Я думаю, что в 90-е такую возможность действительно упустили. Тогда сделали полшага вперед, но не полный шаг. Другими словами, система не была реформирована. Центры управления не были полностью пересмотрены. КГБ, по сути, не изменилось. Они назвали себя по-новому, но сохранили тоже здания и методы работы. Много чего не изменилось. Думаю, что нежелание меняться – одна из причин текущего положения вещей. До какого момента этот билет еще не сгорит и можно будет прийти к покаянию? Потому что понятно же, что еще лет 30, и никого лично истории ГУЛАГа не будут трогать. А вместе с ГУЛАГом закроется страница про Холокост в Украине, про Голодомор, про Холокост в странах Прибалтики, про Лесных братьев, про Бандеру и так далее. И об этом уже никто никогда не поговорит. А это все, ну, вместе нельзя поговорить про что-то одно. Одна из трудностей для русских, не только русских, но людей из бывшего Советского Союза, заключалась в том… Советских людей. Да, да, для советских людей заключалась в том, что на их долю выпало много трагедий. Была война, был ГУЛАГ, был голод в Украине, был советский Голодомор, который коснулся и России, и Казахстана, и многих других республик. Выделить и запомнить каждый момент такой тяжелой истории очень сложно. Но с другой стороны, поскольку история ГУЛАГа уже далеко в прошлом, и, как вы сказали, никто из живых уже его не помнит, в этом есть и плюс. Теперь мы можем все оценить без эмоций. Мы можем быть объективны при анализе событий. Вы можете задать себе вопрос. Эти события далекого прошлого, как они на меня влияют? Иногда, по прошествии времени, мы можем рациональнее и логичнее проанализировать прошлое. Тот факт, что это было давно, не означает, что мы должны забыть об этом. Скорее, это значит, что люди уже не плачут. Не переживают случившееся так остро и так горько. Они все равно думают про него. Возьмите США. Мы все еще обсуждаем гражданскую войну 19 века. Она до сих пор формирует современную политику. Мы говорим и думаем о ней. В Германии до сих пор говорят о Второй мировой войне, хотя помнят ее уже единицы. Прошлое может продолжать влиять на нас, даже когда в нем нет личной истории. И в каком-то смысле в этом преимущество. Но в России, к большому счету, скорее все склоняются к тому, о чем говорит Путин, что давайте мы закроем эту страницу истории и начнем все с чистого листа. Иногда нужно закрыть дверь в прошлое, например, чтобы не случилось то, чего вы не хотите, чтобы люди ненавидели друг друга. Скажем, дети надзирателей и дети заключенных. Вы не хотите, чтобы они ненавидели, презирали друг друга. Я бы хотела, чтобы наоборот они обнялись. Да, но отказываясь говорить об этом, мы не можем понять, как наши бабушки и дедушки вместе создали тот мир, в котором мы живем. То, что мы мало говорим и разбираем прошлое, это большая трагедия. Опять-таки, думаю, это осознанное решение власти. Не говорить о прошлом, не говорить о КГБ, не говорить о том, кто такой Путин, кто он такой, какое у него мировоззрение. Думаю, это все часть плана по удержанию власти. Не забывайте, что у Путина есть своя версия прошлого, на которой он настаивает. Он хочет, чтобы мы думали о 90-х, как о страшной трагедии. А 2000-й год, когда он стал президентом, это начало переустройства России. Если смотреть на все комплексно, то можно увидеть 90-е и по-другому. Там было много свободы и много интересного. Люди много творили, появились новые возможности. Если вернуться назад и прочитать, что люди говорили и писали тогда, то это видно. И тогда легитимность его президентства уже не такая однозначная. Он не хочет, чтобы люди меняли его версию истории. Она его устраивает. Так он удерживает власть. Психологи в России говорят сейчас о том, что мы все проживаем сценарий своих бабушек и дедушек и прабабушек и прадедушек начала 20-го века. Уехать или остаться? Сесть в тюрьму или сбежать? Промолчать или сказать? И это так интересно, потому что я, например, внутри тоже чувствую, вот как во мне мой дедушка говорит. Да, мне тоже этот момент кажется интересным. Я недавно читала книгу об иммигрантах начала 20-го века и нашла много сходств. Например, споры о том, могут ли люди за пределами России влиять на то, что происходит внутри России. Получается, в 1905 году люди вели такие же разговоры, как мы сейчас. Это жутко видеть, как повторяются эти идиотские циклы истории. И это еще одна из вещей, в которых я виню окружение Путина. Они заставили русских вернуться на этот круг, к этому выбору. Мне очень горько от этого. Вы любите Россию все еще? Вопрос не в том, люблю я Россию или нет. В конце концов, это просто страна. Я люблю многих русских. Я хочу, чтобы Россия стала другой. Я хочу видеть страну, в которой у людей есть выбор. Выбор, которого Путин их лишает. возможность выбора. Будущее России это другая Россия. И люди должны пытаться ее представить. Как бы оптимистично, наивно или идеалистично это не звучало, но чтобы продолжать жить, люди должны представлять себе какое-то другое будущее. Я восхищаюсь русскими, которые пытаются создать другое будущее. Как вы думаете, когда может быть написана книжка о сегодняшних событиях, вот сегодняшней войне и людях по обе стороны этой войны, такая, чтобы она была достаточно отстраненная, чтобы быть честной? Только следующим поколениям. В последние два десятилетия множество исторических комиссий пытались написать историю войны. Второй мировой войны. Это невероятно сложно. Включить воспоминания разных людей, учесть точку зрения каждой из сторон, это очень долго. Мне кажется, что это невозможно будет. Возможно. Нельзя, конечно, написать то, что понравится абсолютно всем. Но можно написать историю, которая будет включать в себя разные тонкости и покажет, что многие вопросы имеют разные объяснения. Я так скажу. Я думаю, что это возможно, потому что я сама написала такую книгу. Есть хорошие истории, которые тоже смогут. Символично, что мы заканчиваем возле Шарля де Голь, который был с одной стороны военным, а с другой стороны миротворцем. Да, здесь он герой. Он был в Польше во время войны поляков с большевиками в 1920 году в качестве французского советника у главы польской армии Пельсунского. Он очень тесно связан с историей Польши. Вы знаете, что это за здание? Это была штаб-квартира польской коммунистической партии. Гостиница? А теперь здесь фондовая биржа. А-а-а! Это сделали специально. Это не было какой-то случайностью. Именно это здание решено превратить в фондовую биржу. Неплохо. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Милосердие или справедливость? Тут все зависит от ситуации. Но думаю, что без чувства справедливости мы не можем двигаться вперед, жить. Хорошее общество строится только на основе справедливости. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Сейчас будет суперспециальный русский вопрос. Родина или истина? Родина или? Истина. Правда. В самом высоком ее понимании. Родина или истина? Матерланд. Я понимаю, понимаю. Я просто пытаюсь перевести эти значения на американское мышление. Наверное, истина. Точного эквивалента этого слова нет в английском языке. Что с миром будет через год? Украина выиграет войну, у России будет другой лидер, и будут делаться попытки в установлении мира с Европой. Оптимистик ченнел. Да, я оптимист. А что у меня еще остается? Правда. Музыка. Музыка. КОНЕЦ.